Религия – это весьма эффективный стабилизатор общества. А в нынешних условиях, когда в Конституции запрещена государственная идеология, и, соответственно, в стране господствует идеология антигосударственная, что традиционные религии оказались вынуждены взять на себя обязанности государственной идеологии. Надеюсь, что когда у нас будет более грамотная Конституция, эти религии смогут снять с себя эту часть нагрузки, но от этого у них меньше задач не станет. Кстати, по идеологии. Идеология вообще у Российской Федерации может быть какая-то? Ну, может, конечно. Другое дело, что идеология делала не только нажимное, но и разбивающееся. И, кстати, проблемы Советского Союза во второй половине его жизни в значительной мере связаны с тем, что структуры, ответственные за развитие идеологии, сочни, что их основная задача не позволять отступлений от уже сложившихся идеологий. И, естественно, когда запрещено искать что-то новое, то то, что уже существует рано или поздно, старинно. Но, исходя из тогдашнего опыта, я не сомневаюсь, что мы в состоянии выработать новую идеологию и в состоянии добиться, чтобы новая идеология была развивающейся. Собственно, марксизм первоначально, в момент рождения, был как раз очень быстро разбивающейся идеологией. Но вот те, кого назвали попы марксистского прихода, превратили его из разбивающегося и меняющегося учения просто в догмат, не подлежащий никаким измерениям, а заучиваемый как символ.